Доброе утро! Доброе утро! Зарядка приводит наш организм в тонус и заряжает энергией на весь день. Это значит, что вы будете себя чувствовать прекрасно, иметь хорошее настроение в течение всего дня. Кроме того, постоянно выполнять утреннюю зарядку поможет сохранить и улучшить здоровье организма. Начнем. Это упражнение знакомо вам с детства. Заводим руки за спину, пальчиками вверх. И чувствуем, локти у нас расправлены и чувствуем, как наши мышцы спины растягиваются. Каждый кипоночек. Так нужно простоять 2 минуты. Следующее упражнение. Ставим ноги на ширине плеч, руки поднимаем вверх и зацепляем их в замке. И делаем наклоны вправо-влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Ложимся на живот, локоточки ставим на уровне груди. И поднимаемся как можно выше, чувствуя, как наш позвоночник растягивается. Делайте так пару раз. Закончили упражнение. Ложимся на живот, руки заводим за голову, ноги не отрываем от пола, делаем поднятие туловища. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Теперь встаем в позицию кошечки и выгибаем нашу спинку. Сначала сутулись, делая горбик. Прогибаясь. Два, три, четыре, пять. Закончили упражнение. Все люди, даже те, которые и близко не связаны со спортом, понимают важность и полезность такого вида физической активности, как утренняя зарядка. Конечно, найти время с утра бывает крайне сложно, ведь надо встать, сделать чашечку чая или кофе, собраться, одеться, помыться. И времени на упражнение просто не остается. Но вы, дорогие наши телезрители, переборите себя и уделите утренней зарядке хотя бы пять минут. Всем доброго и хорошего дня! День ангела у людей со следующими именами. Яков. Значение имени в переводе с древнееврейского означает «второй по рождению». Имя представляет собой русскую форму от древнееврейского имени Ияков. Характер. Яша относится к числу практичных, расчетливых детей. С особенным уважением относится к своему отцу и, вырастая, не теряет с ним духовной связи. Яков трудолюбив, любое дело стремится довести до конца. Талисман – каштан, цвет розовый, камень – красная ешма. Мария имеет древнееврейское происхождение. Характер. Маша добрая, нежная, спокойная девочка. У нее самое любимое занятие – побыть нянькой для маленьких детей. Очень ранимая, тяжело переживает даже самые небольшие замечания. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Талисман имени – голубой, цвет – сиренево-красный, камень – алмаз. Давид. Значение – любимый, происхождение – древнегреческое. Давиды общительно окружены друзьями, но именно из-за них имеют много неприятностей. Похожи на мать, обладают недюжиной физической силой, не выносят лжи, могут спылиться, но тут же быстро отходят. Зла не держат. Талисман имени – маг. Цвет – темно-коричневый, камень – рубин. Ирина. Значение имени – мир, покой. Это имя древнегреческого происхождения. Ирина – влюбчивая натура, но головы в увлечениях не теряет, всегда стремится сохранить независимость. Цвет имени – синий. Талисман – ландыш, камень – опал. Почему акулы боятся дельфинов? Поверьте, дорогие друзья, например, до этого момента я об этом не знала. И думаю, что многие среди наших телезрителей тоже. В чем же тут секрет? Почему такие опасные хищники боятся этих милых созданий? Так вот, эта тайна раскроется в нашем следующем сюжете. С давних пор человеку известно, что акулы недолюбливают дельфинов. Только завидев их издалека, они тут же пытаются уплыть как можно дальше. Почему? Акулы – крайне осмотрительные и осторожные существа. В то же время они являются одинокими хищниками. В стаи собираются крайне редко, разве что в брачный сезон. Однако практически сразу расстаются. А вот дельфины, в отличие от королевы морей, путешествуют среди океана группами, заботясь о слабых или старых особях. И, конечно же, вместе охотятся и обороняются от врагов. Не нужно думать, что именно дельфины являются инициаторами нападения на акул. Напротив, чаще всего зубастая хищница атакует первый. Она выжидает, пока от стаи отобьется ее самый слабый член, после чего начинает свою охоту. Сытая и довольная, она уплывает прочь. Но как только дельфины замечают свою обидчицу, ей можно только посочувствовать. Группа моментально окружает ее и начинает бить в тело своими мощными клювами. А поскольку дельфины являются очень умными, то первым делом они целятся в самое уязвимое место хищницы – жаберные щели. В стаи они легко убивают акулу, тем более, что они гораздо мощнее ее при столкновении и намного маневренней. А вот в схватке один на один еще неизвестно, кто останется в живых. А через несколько мгновений мы узнаем все о цветке азалия. Азалия в переводе с греческого означает «розовое дерево». К сожалению, цветет он не очень долго, но дарит своим пышным цветением по-настоящему весеннее настроение. В нашем следующем сюжете мы расскажем, как правильно ухаживать за азалией. Итак, все любители комнатных растений, смотрите внимательно наш следующий сюжет. Родина азалии – Китай, Япония, Юго-Восточная Азия. Растут они в естественных условиях на юге Европы и Северной Америки. В восточных странах цветущий кустик азалии – символ радости и мира. Азалия – довольно капризное комнатное растение, но при правильном содержании она порадует вас не раз изобилием своих изумительных цветов. Нужно знать особенности содержания азалии в комнатных условиях и некоторые правила ухода за этим цветущим растением. Азалия прямых солнечных лучей не выносит, ей требуется рассеянный свет или полутень. Летом ее рекомендуется выносить на открытый воздух, избегая палящего солнца. Этому цветущему растению нужна высокая влажность воздуха. Если азалия находится в квартире, то с начала отопительного сезона в комнатах становится очень сухо. И необходимо поддерживать повышенную влажность воздуха, регулярно опрыскивая растения. Для азалии правильный полив имеет очень большое значение. Почва не должна пересыхать. Нельзя допускать ни переувлажнения, ни застоя воды в поддоне. Идеально подходит для полива дождевая, талая или чистая речная вода. В крайнем случае – отстоянная водопроводная. Рыхлить почву ни в коем случае нельзя. У азалии – тонкие нежные корешки, которые легко повреждаются. Это одно из немногих комнатных растений, которым требуется кислая почва. Лучше всего ей подходит вересковая земля. Но можно заменить ее смесью из хвойной и трофяной земли. Два к одному. С добавлением небольшого количества речного песка. Молодые растения пересаживаются ежегодно. Старые – раз в 2-3 года. При пересадке азалий нежелательно нарушать корневой ком. Вместо пересадки рекомендуется перевалка с добавлением свежего субстрата. Самый утренний напиток – это, пожалуй, кофе. Хотя, наверное, среди нашего населения это немного не так. Мы решили рассказать об истории кофе. Кстати, кофе все еще мужского рода, несмотря на то, что споры по этому поводу идут достаточно давно. Самую кофейную тему мы осветили в нашем следующем сюжете. Вставая с утра, мы чуть ли не в первую очередь бежим на кухню, чтобы заварить этот ароматный напиток, который поможет нам прийти в себя. Придя на работу, мы снова выпиваем чашечку кофе, чтобы взбодриться. Даже после обеда мы пьем его, например, с тортиком. Словом, кофе очень любят и не могут обойтись без него. Кстати, в Европе он появился относительно недавно, лишь в 16 веке. Однако всего лишь за 50-60 лет его полюбили в таких странах, как Англия, Франция, Италия и Германия. Спустя еще несколько десятилетий кофе попал и в Америку. Интересно, что изначально этот напиток именовался кофей, то есть словом мужского рода. Ведь оно оканчивалось на согласный звук. Уже потом его стали называть кофе. Однако традиции были непоколебимы и дошли даже до наших дней. Впрочем, сейчас отношение к этому вопросу изменилось. Как вы знаете, в русском языке все слова, оканчивающиеся на букву «Е», относятся к среднему роду. Поэтому современные лингвисты не считают ошибкой, если мы относим кофе к среднему роду. Вот и выходит, что лет через 100-200 русскоговорящая нация просто забудет об этом недоразумении. Наверное, у каждого из нас есть такая привычка. Есть перед телевизором, особенно вечером. Когда мы приходим после работы, хочется расслабиться перед голубым экраном с тарелкой чего-нибудь вкусного. И, конечно же, сытного. Так вот, привычка есть перед телевизором может вам повредить. Чем именно, мы расскажем прямо сейчас. Многим из нас трудно представить свой день без просмотра телепередач или сериалов. Поскольку лишнего времени для этого у большинства нет, телевизор чаще всего смотрят во время еды. Многие даже устанавливают его на кухне или специально приобретают для этого помещения еще один. Но мало кто задумывается о том, какой вред наносит просмотр телевизора за едой. Картина семейного ужина перед телевизором давно стала привычной. Встречаясь дома после напряженного дня, члены семьи, перебросившись короткими фразами, садятся за еду и включают новостную программу. Время застолья, которое традиционно в любой культуре использовалось для ведения приятной беседы, проходит в молчании. Вместо непосредственного живого общения все дружно смотрят на экран. Однако этим вред телевизора за едой не исчерпывается. Человеку, увлеченному сюжетом фильма, трудно контролировать себя. Он обычно ест торопливо и плохо пережевывает пищу. Вкусы еды он может практически не ощущать. И чувство насыщения при этом запаздывает еще больше, чем обычно. И в результате этого можно съесть лишнюю порцию. Как известно, практически все калории, поглощенные в вечернее время, откладываются в виде лишних килограммов. Поэтому у тех, кто ест после работы перед телевизором, шансов прибавить в весе намного больше. Кроме того, съеденная в торопях и не пережеванная как следует пища может привести к нарушению в работе органов пищеварения. Телевизор за едой вреден еще и по той причине, что многие телепередачи и фильмы несут негативную информацию. Криминальные новости, скандалы в эфире популярных ток-шоу, перестрелки и убийства в детективных лентах. Все это плохо сказывается на качестве пищи, которую ест человек во время их просмотра, заряжая ее негативной энергетикой. С привычкой есть перед телевизором лучше бороться всей семьей. Собираясь вместе для того, чтобы пообедать или поужинать, постарайтесь просто не включать его. Поговорите с друг другом, обсудите прошедшее за день. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Напомню, что сегодня на календаре 12 января, понедельник. Но мне очень хочется, чтобы сегодняшний понедельник не стал для вас чем-то тяжелым и обременительным. И хочется, чтобы сегодня вас буквально преследовало отличное настроение, совершенно несмотря на то, что творится, возможно, у вас на работе, дома. И самое главное, постарайтесь дарить улыбку вашим окружающим. Поверьте, они оценят. Всем отличного настроения, легкого понедельника и до скорых встреч.